Девушки отдыхают Кинокартина тайных городских подземелий решили отправиться ночью в столичное метро на поиски приключений. Они нашли вентиляционную шахту и, ловко преодолев систему сигнализации, оказались в тоннеле. Поезда уже не ходили, и перегоны были пустыми. Дойдя до развилки путей, стали спорить, в какую сторону идти. Вдруг на фоне дежурных фонарей промелькнул чей-то силуэт. Подростки оторопели и застыли в нерешительности. И тут за своими спинами услышали шум. Обернулись. Перед ними стоял странный тип с неестественным, как будто выморанным сажей лицом и в сильно изношенной метрополитеновской тужурке. «Люди кличут меня черным машинистом», – произнес незнакомец и предложил услуги экскурсовода. Проплутав с гостями десяток километров по лабиринтам столичной подземки, черный машинист внезапно остановился и тихо произнес. «Дальше идти нельзя. Там другое метро. Запретная зона». Сказав это, странный человек исчез так же таинственно, как и появился. Подростки в панике бросились обратно искать выход на поверхность. Спуск под землю у многих людей вызывает тревожное чувство. Даже если перед ними оказывается не сырая пещера, а хорошо освещенная и сверкающая мрамором станция столичного метрополитена. Не хватает солнца, неба, свежего воздуха. Искусственный свет делает лица едущих рядом пассажиров похожими на маски. Недаром московская подземка служит местом действия множества триллеров и источником страшных легенд. В их ряду почетное место занимают истории о секретной сети совершенно другого метрополитена, именуемого исследователями «Метро-2». Люди, пытающиеся разгадать его тайну, утверждают – это загадочное метро пронизывает всю Москву. Центр столицы действительно изобилуют подземными коммуникациями, созданными для самых разных целей. Особенно много их вырыто при Сталине, который был знаменит своей скрытностью и подозрительностью. Первая мировая война показала, что наличие и авиации, и авиабомб, и мощные пушки, которые пробивают и бетон, и толстые кирпичные стены, надо где-то находить укрытие. Где находить? Конечно, в подземелье. И вот уже, когда стали строить метро в Москве, уже вторая задача была – параллельно создавать объекты на случай будущей войны. Мало кто знает, что московское метро могло бы быть ровесником лондонского. Еще в 1872 году инженер Василий Титов предложил проект прокладки подземной железной дороги от Курского вокзала до Лубянской площади. Тогда же были проведены исследования почв на предмет возможности строительства метрополитена. Однако Городская дума и представители церкви забраковали проект. Один из архиереев возмущенно написал тогда московскому митрополиту. Возможно ли допустить сию греховную мечту? Не унизит ли себя человек, созданный по образу и подобию Божию, спустившись в преисподнюю? Потом уже вернулись к этой идее где-то перед Первой мировой войной. Ну, поскольку началась война, уже ясно, что ни средств и необходимости такой не было. Главная задача была победить в войне. А вот уже с 18-го года большевистское правительство вовсю уже взяло эту идею в оборот и поручило, в общем, инженерам разрабатывать этот проект. Есть информация, что самые первые проектные документы по строительству московской подземки появились уже через несколько лет после Октябрьской революции. Правительству большевиков очень хотелось придать столице вид типичного европейского города. Но главное, появлялась уникальная возможность в срочном порядке создать ряд сверхсекретных подземных объектов для нужд правительства и государственной безопасности. Основное назначение таких объектов – скрытое и молниеносное перемещение правительства и военного руководства в случае государственного переворота или внезапного нападения врага на страну. Даже в наше сегодняшнее спокойное время иногда нужно перемещаться, ну, по крайней мере, первым лицам государства, незаметно появиться в нужном месте в нужное время, как снег на голову, сваливший сверху, а точнее снизу, это иногда такой эффектный достойный ход, который первые лица государства, так сказать, приберегают для окружающих. Решение о постройке метрополитена было принято на июньском пленуме ЦК ВКП «Б» в 1931 году. Сначала предполагали построить первую очередь, а потом развивать сеть подземки, распространяя ее под всеми районами города. Курировать строительство столичного метро негласно поручили чекистам. Прокладывать пути было решено исключительно подземным способом, чтобы получить возможность надежно замаскировать параллельно возводимые сверхсекретные объекты. Условия для этого были подходящие. Огромное количество рабочей силы, безумное количество просто свободных военнопленных. Вот это можно было использовать абсолютно безнаказанно на любых объектах, что и делалось. Что делалось и на обычном метро при строительстве обычных линий при прокладке туннелей, так и при метро-2. Однажды в кабинет к заместителю председателя ОГПУ Генриху Ягоди, которому поручили курировать строительство столичного метро, зашел начальник особого, будущего 9-го отдела госбезопасности Глеб Бокий. Этот человек известен тем, что привлекал к работе в своем подразделении специалистов по эзотерике, астрологов и предсказателей. Бокий и сам был склонен к мистике. И даже участвовал в спиритических сеансах. Чем, собственно, и объясняется, до сих пор не снятый гриф секретности со многих архивных папок особого отдела. Слишком много сведений, неподвластных здравому смыслу и традиционной науке, хранится в тех документах. Сначала Бокий долго смотрел в глаза Ягоди, словно пытаясь понять, стоит ли говорить это своему непосредственному руководителю или нет. И все-таки решился. Смысл идей был таков. Провести инвентаризацию проекта метрополитена с помощью магов и опытных астрологов. В обстановке строжайшей секретности Ягода, действуя через своих доверенных сотрудников, дал секретным лабораториям соответствующие задания. Вскоре на стол зампреда ОГПУ легла объемистая справка. Астрологи уверяли, что некие неведомые силы издревле продиктовали зодчим схему кольцевой застройки Москвы. Метрополитен будет работать, если при прокладке линий сохранится эта кольцевая структура. Причем разделить ее необходимо на 12 секторов, четко соответствующих определенным знаком зодиака. Такое распределение значительно усиливает энергетику столицы и несет в себя определенную эзотерическую нагрузку, вольно или невольно связанную с определенным сектором города, своеобразным ключом к которому служит станция метро. И идущая от нее, как крайний радиус, с другими станциями. Можно считать это просто случайным совпадением. Однако, когда началось проектирование и строительство кольцевой линии, в ней оказалось ровно 12 станций. Но повлияло ли это на энергетику города? Эзотерики утверждают, что да, повлияло. Только в большей степени на его подземную часть. И энергетика это скорее с отрицательным значением. Московское метро, согласно откровениям некоторых очевидцев, это генератор потусторонних сил. Перегоны станции, тупики столичной подземки полны привидений. По ночам в тоннелях подземки можно встретить призрака путевого обходчика. Будучи еще человеком воплоти, он проработал под землей более 40 лет. Не хотел уходить на пенсию, но после кончины никак не может успокоиться, и дух его мечется в лабиринтах метрополитена. Но самый легендарный призрак московского метро – черный машинист. Да, тот самый, который неожиданно явился группе подростков в начале 90-х годов и провел их по ночным тоннелям. Но в метро-2 любопытных мальчишек он не повел. Значит, и для призраков эта зона является местом запрещенным. Все московское подземелье, обязательно там существуют спецобъекты и Министерство обороны, и Федеральная служба безопасности. Они существуют, и никто этого не скрывает. Другое дело, что попасть на эти объекты никому не положено. А эти объекты действительно связаны с обороной. И понятно, когда строили основное метро, когда возводили и вот эти вот спецобъекты, понятно, что должны были к ним подступы быть. Засекреченные места в московском метро уже существовали до официального открытия подземки в 1935-м. В проекте второй очереди была станция Советская, между станциями Театральная, в те времена Площадь Свердлова и Маяковская. Однако Сталин, которого, естественно, посвящали во все тонкости строительства, приказал Советскую перепроектировать и превратить в тайный командный пункт. Почему-то его так и не использовали по назначению. Да и был ли, собственно, этот командный пункт на самом деле? А может, всего лишь портал, открывающий путь в гораздо более засекреченное подземелье? Недаром же туда прорыли тоннель прямо от Кремля. Интересно, куда же можно было попасть из этого так называемого командного пункта? Это были арсеналы, это были оружейные склады, это были пункты, где находилась техника связи, телефоны, радио, ну и так далее. То есть это шла уже подготовка на случай войны. Вот такие центры, подземные бункеры, подземные точки защиты. Ну и не случайно в 41-м году вот тут мы не были, врасплох нас фашисты не застали, потому что, я имею в виду, подземная Москва была готова к обороне. Другой тоннель был прорыт от центра к сталинской даче в Кунцево. Когда началась война и бомбежки Москвы участились, Сталин приказал построить там же бомбоубежище, которое вырыли на 15-метровой глубине. Для того, чтобы полностью обезопасить вождя, в качестве перекрытий использовали чугунные рельсы. Вход в бункер – обычная дверь, какую встретишь в любом подъезде с кодовым замком. Очень чистая лестница с перилами уводит под землю. Полное ощущение, будто спускаешься в подвал обыкновенного жилого дома. Сталин по лестнице не ходил. Специально для него был пущен лифт, где уложили паркет, стены обшили деревянными панелями. Чтобы исключить случайные встречи вождя с обслуживающим персоналом, было построено несколько коридоров. В бомбоубежище проводились заседания Совета обороны. Для этого был отведен просторный кабинет с названием «Генеральский». Его стены отделаны мраморными и гранитными плитами. Посередине – овальный дубовый стол. У стены рабочие места для дежурных офицеров и стенографистов. Небольшой коридор отделял от зала заседаний спальню вождя. Спальня очень маленькая. В ней помещались лишь кровать и тумбочка. От этого бункера и был пущен 5 апреля 1953 года загадочный участок глубокого заложения в площадь революции Киевская. Сталин боялся повторения случая с попаданием авиабомбы в перекрытие тоннеля на перегоне между Смоленской и Арбатской летом 1941-го. Участок был сооружен в рекордно короткий срок. Менее чем за два года. Несмотря на то, что трасса проходила в исключительно неблагоприятных гидрогеологических условиях. Есть сведения, что на его строительство была потрачена колоссальная сумма. И некоторые скептики утверждают, что такие траты были совершенно необоснованы. Особенно в первые послевоенные годы, когда требовались огромные средства на восстановление страны. Но так ли это? Если вы хотите, чтобы ваша страна была действительно независимой, то вы просто обязаны раскошелиться на обустройство подземных систем коммуникаций и на то, чтобы проложить под землей, помимо нитей связи, еще и транспортные узлы. Для того, чтобы хотя бы ограниченный контингент, пусть это будут ни дивизии, ни полки, но как минимум руководство и люди, находящиеся, контролирующие военные и иные действия, чтобы они имели возможность для эвакуации, для перемещений, для оперативного вмешательства, для оперативного появления в десятках километров друг от друга. В первые слухи о существовании в Москве какого-то другого засекреченного метро стали появляться в начале 80-х годов прошлого столетия. Проговорился один из старших инженеров закрытого научно-исследовательского института, где разрабатывались электронно-вычислительные комплексы для нужд Министерства обороны. Позже слухи начали обрастать подробностями. И опять же из-за утечек, которые могли фактически допустить служащие силовых ведомств низшего звена, не дававшие подписок о неразглашении гостайны. Например, уборщики или рабочие. Однажды проговорился один из проходчиков столичной подземки, который заявил, что некоторые конечные станции обычного метро, например, планерная, имеют тайное продолжение и выходят к воздушным гаваням столицы. Например, к Шереметьеву. При этом проходчик просто божился, что так оно и есть. Он сказал, что он работал там 10 или 12 лет на этом объекте. И объект был доведен до нужного состояния и законсервирован, как все эти объекты. И тем не менее, все они, будучи законсервированными, все они находятся в идеально готовом состоянии, буквально приспособленном к тому, чтобы завтра вступить в боевое дежурство, так скажем. Так что же в предположениях о втором, засекреченном московском метро является вымыслом? А что достоверным фактом? Тайны всегда порождают бурную фантазию. Но кое-какая информация вполне может быть правдоподобной. Но этой информации крайне мало. Известно, что самая первая линия метро-2 была сдана в эксплуатацию в 1967 году. Ее длина 27 километров. Начинается от Кремля. Первая станция заложена непосредственно под библиотекой имени Ленина для эвакуации всех читателей, находящихся в залах в момент сигнала «Атом». Следующей станцией по этой ветке вполне может быть жилой дом с башенкой на Смоленской площади проекта академика Желтовского. Это особенный дом. В нем находится вход в обычное метро на Филевскую линию. Кстати, из-за версии, что там проходит еще и секретная подземка, пошли легенды о потаенных станциях чуть ли не под каждым номенклатурным домом в Москве. Впрочем, не все легенды можно считать сказками. Недавно мне удалось открыть для себя одно такое здание, которое находится совсем недалеко от того места, где я много лет учился, прямо в самом центре Москвы, рядом с старым МГУ. Там во дворе этого здания стоит странное еще одно здание, на котором написано, что объект метрополитена охраняется государством, вход строго запрещен. Вот именно оттуда, как мне рассказывали старожилы этих вот домов, таинственным образом появлялись лидеры нашего государства буквально в последние годы. И также странным образом, не садясь ни в какие машины и даже вертолеты, они уходили вот в этот домик и через полчаса появлялись на работе у себя на другом конце Москвы. Если это так, то с большой долей вероятности можно утверждать, что станция секретного метро должна быть и под резиденцией первого и последнего президента СССР на Ленинских горах. Там же, на Ленгорах, вернее под ними, находится огромный подземный город Раменке. По сути, это гигантское бомбоубежище. В случае войны оно способно принять 15 тысяч жителей и защитить их от оружия массового поражения. От подземного города проложен пешеходный тоннель до главного здания Московского государственного университета, а также до Академии госбезопасности и Института криптографии, связи и информатики ФСБ России. Это огромное кирпичное здание при въезде в Олимпийскую деревню. В одной из изредка открытых створок ворот в здании можно увидеть уходящий далеко вниз длинный коридор, освещаемый по бокам небольшими светильниками. Но и, безусловно, свою станцию секретного метро имеет Академия Генштаба. Запасной выход этой ветки где-то в Солнцево, в районе правительственного аэропорта Внуково-2. А вот где находится конечная станция, неизвестно. Но у исследователей есть свои предположения. И даже о том, сколько веток может быть у секретного метро. Предположений много. И ориентируясь на, опять же, открытые источники, а я не имею и необходимости, и возможности говорить о своих представлениях, в основном логика подсказывает, что метро-2 должно идти от центра Москвы, то есть имеется в виду Кремль, идти в восточном направлении, в том направлении, где находятся основные военные аэродромы. А другая ветка должна быть параллельно юго-западной красной, так называемой красной ветке метро, должна идти мимо сооружений Министерства обороны и уходить куда-то в Подмосковье, в направлении Серпухова. Далее, что называется, возможные варианты. Столичная подземка полна тайн и загадок. И хранители этих тайн не собираются ничего раскрывать, несмотря на отчаянные попытки исследователей докопаться до истины. В этом есть свой смысл. Метро – стратегический объект, наверное, самый важный в Москве. И к любому стратегическому объекту доступ посторонним должен быть закрыт. Без всяких компромиссов. А уж тем более к другому, секретному метро, несущему гораздо более важную нагрузку, чем метро общегражданское. Поэтому тайна метро-2 так и не будет никогда раскрыта. И это надо принять как должное.